всем привет вот очередной ролик очередной прицеп не буду называть наверное производителя но кто интересуется тот и так поймет прицеп в целом очень классный то есть вопросов по раме по корпусу его у меня лично нет никаких он сделан но если не быть безупречно то почти безупречно но есть ряд моментов которые вызывают прямо скажем недоумение вот под этим чехольчиком как вы можете догадаться расположен топливный бак для отопителя гофрированная трубка гофрированной трубки потянут топливопровод но это здесь я уже снял и место установки топливного насоса для отопителя очень-очень не очень он находится за этим рундуком рундук я сейчас сниму и покажу как там что продолжаем я снял кофр вот этот из-за бс пластика и что же мы под ним видим насос отопителя вот он вот так вот на передней стенке ну вот просто просто вот вот так как бы посередине не правее не левее не по оси не выше не ниже вот в каком-то абстрактном хаотичном месте вот так вот он стоит и для того чтобы весь драматизм вот этого стал понятен прям за этой стенкой находится кровать и вот это место она она мягкая все вы знаете что вот эти насосы при работе они издают такие достаточно громкие звуки то есть они щелкают вибрации передается на корпус почему он стоит здесь вот я не знаю владелец прицепа провел в нем одну ночь и сказал что это просто какой-то ад вообще кромешный работу этого насоса он как будто прям вот рядом у тебя в ухе почему его сюда производитель устанавливает непонятно ну и так я не знаю у меня есть некоторый опыт постройки яхты-катеров вот если делается вот такой чехол в ней который вот так вот накидывается целиком на что-то неважно на что и он находится на улице в нижней части чехла нужно обязательно пробивать отверстия стоять люверсы там или что-нибудь потому что когда идет дождь чехол полон воды она в нем плохо сохнет там это все плавает купается пыль и грязь насекомые все такое то есть вода из него не вытекает это тоже на мой взгляд не очень правильно но насос вообще по этому прицепу у меня много таких моментов которые вызывают большое недоумение но я них расскажу чуть попозже да возможно кто-то из вас наверно подумал что это сделано для того чтобы насос как-то уберечь от грязи от пыли там от воды и так далее но это ведь не так вот этот кофр он стоит не вплотную к кузову он стоит с огромным зазором форма прицепа покатая и по этому месту бежит огромное количество осадков там и всего на свете ну и это саморез с крупной резьбой загерметизировано все было типа какой-то мастики не за не застывающий типа адреса гирмен гирлена что-то такое наверное ну и вот просто это было скручено в пластик это листовой стеклопластик очень тонкий там я не знаю там миллиметра наверно нету просто у него вкручено в этом месте не усилителя нет ничего я думаю этот насос там софте через 10 там через 20 работы бы просто отпал пластик вы разбил он бы отклеился на жаре буду переделывать очевидное решение в принципе как я думаю все люди это делают все установщики этот насос должен стоять на раме то есть на раму рама массивная здесь вот вы видите есть куча 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 всяких отверстий на которые можно закрепить там вот дальше идут ну я вот туда куда-то я расположил все я думаю что вибрация от этого насоса благодаря в массивной стирами будет сгаситься практически полностью внутри его наверное слышно будет несоизмеримо меньше ну и топливопроводы я переделаю конечно вот что получилось топливный насос вынесли его и вообще из-под модуля вперед надышло я думаю что так вибрация будет меньше передаваться отверстия мазнул герметиком мало-мало ну и тут нарисовалась что под креплением насоса рядом была еще одна дырочка возможно расположение насоса именно здесь было как-то связано с этим а может нет топливопровод я протянаю по-другому мимо опоры и внутри вот этой декоративной накладки накладки конечно класс выглядит все это очень красиво и хорошо уже топливного бака я поставил жесткий топливопровод как которым комплектуются немецкие производители обогревателей я думаю что это более надежно была какая-то павуха трубочка а ну и то что я говорил о чехле чехле нагретым шилом сделал три дырочки эта сторона будет снизу вода будет вытекать топливный насос поставил в раму на обычном стандартном резиновом хомуте но видимо качество насоса не очень это насос электромагнитный ну короче он стучит очень сильно все равно конечно гораздо тише чем было когда он стоял просто вот здесь на кузове рецепт перестает на раме но все равно его внутри слышно хочу сделать его еще под как-нибудь потише попробую вот такую штуку сейчас применить это кусок шланга девятнадцатого я встал внутрь два болта м6 сейчас попробую через него прикрутить посмотреть что получится будет эта штука амортизировать или не будет ну вот и все проблема в принципе я бы сказал какого-то уровня решена да стучит но внутри звук вот этого насоса топливного маскируется полностью шумом вентилятора всего практически не слышно сейчас отопитель работает на 50 процентах мощности снаружи понятно слышно в основном звук горения пламени выхлопа берите на вооружение в шланг установлены болты с увеличенным фланцем и затянуты естественно до определенного предела чтобы не продавить работает хочу поделиться еще одной странностью этого прицепа прицеп как видите оснащен тормозом наката инерционным тормозом наката то есть прицепное устройство установлено от фирмы к нот ручной тормоз тормоз наката все хорошо но ступицы стоят от вас 2108 за дни с барабанным тормозом ну и как вы наверное можете догадаться работают тормозное устройство прицепное устройство фирмы к нот и ступица от вас 2108 вместе не совсем полноценно прямо скажем то есть тормоз наката при движении вперед работает нормально троса зацеплены за крюк ручника так скажем тормозной цилиндр не задействовал тормозной цилиндр гидравлический не задействовал ступицы в барабанном механизме тормоз наката через тягу дергает два троса ручника но движение задним ходом затруднено назад двигаться невозможно то есть прицепное устройство задвигается тянет троса естественно при движении задним ходом если есть какое-то препятствие да хоть даже без препятствия автомобиль толкает прицепное тяга тянется троса натягиваются колодки разжимаются соответственно колеса блокируются назад прицеп можно толкать только юзом но естественно это абсолютно неудовлетворительно было просверлено отверстие установлен болт м12 с телом без резьбы ну и соответственно при когда у нас требуется совершить маневр задним ходом перед этим владелец прицепа будет вынужден устанавливать этот болтик сюда чтобы тормоз наката не работал колеса не блокируются при движении задним ходом я конечно засомневался поднял прицеп снял колесо снял тормозной барабан ну да действительно обычная ступица вас 2108 трос заведен вот мы видим проходит ну и зацеплен вот за чак ручного тормоза гидравлический цилиндр просто там не используется и все вот так вот я не знаю насколько дороже стоит ступица вот я понимаю что дороже но наверное это не тот случай да можно было на этом установить рычаги как я говорил на этом прицепе подвеска независимая рычаги офигенные то есть вырезано согнуто сварено все прям на совесть вопросов к этому в общем нет все очень хорошо но почему ступица от восьмерки вопрос еще одна небольшая доработка в этом прицепе здесь отсутствует в непредусмотренном производителем приточной вентиляции то есть окошки люк в крыше и вентиляции санузла а вот приточной вентиляции которая бы подогревалась ее нет в принципе установлен бензинный подогреватель он стоит под кроватью ну под спальным местом и и забирает воздух для нагрева именно из этого пространства из подпального места и подогретый воздух разведен воздуховодами уже непосредственно в салон прицепа и в душевую комнату кабинку вот решили доработать сделать возможность забора воздуха для подогрева с улицы чтобы поступал свежий воздух то есть не перемешивался внутри прицепа бесконечно а забирался с улицы свежий он подогревался и уже подавался в прицеп вот я просверлил отверстие в подходящем месте долго искал какое-то готовое решение воздухозаборника ну то есть чтобы можно было какой-то грибочек сделать сюда ничего готова найти не удалось пришлось моделировать напечатать на принтере вот первая деталь такая потом основание одевается прикручу приклеим на герметик а может прикручивать не буду просто приклею вот и на это сверху одевается воздухозаборник первый раз я такую штуку делал не стал ни шкурить не выводить ну то есть качество достаточно неплохой печати получилось посмотрим как себя поведет этот пластик на солнце ну и здесь в основании специально сделала дворцовочку сюда я планирую поставить полевой фильтр просто кусочек от фильтра для пылесоса вырежут сюда один и хомутиком затяну будет сменный такой элемент полевой фильтр ну и от насекомых посмотрим как это все будет работать может будет свистеть может будет шуметь может что-то придется доработать ну если что переделаем поставил фильтрующий элемент вот зажал хомутиками но делать это неудобно потом надо будет напечатать колечко какое-то пластика чтобы просто кусок фильтра прикладывать и колечком его зажимать сейчас покажу что получилось в итоге так вот это все ну достаточно вроде бы аккуратно понятно что присутствуют следы печати но если в целом форма и работа как бы всех устроить все будет нормально то поверхность конечно можно будет обработать немножко чтобы это по степичнее все выглядел но в принципе так неплохо минус печати что я подозреваю она будет пачкаться наверное может вот такая модернизация хорошо и Продолжение следует...